Как только начинаются разговоры о том, что жадные торговцы наживаются на добрых и наивных гражданах, сразу надо иметь в виду, что следом пойдут уверения в том, что на самом деле всего много и на всех хватит. Так оно и получилось в РФ. Эти заявления не просто появились, они обрели форму старых совковых мантр. Было сказано, что «на складах имеются запасы». Не уточняя только на чьих конкретно складах и кто это может себе позволить держать такие запасы у себя на складах. Ну а дальше логика процесса говорит о том, что начнут пропадать товары, на которые установлены гарантированные цены. Нет, речь идет не о Мерседесах и Ауди, которых не может быть в складских запасах в принципе, а о продуктах питания. Те, кто помнит, как это все быстро исчезает из продажи, знают, что такая ситуация чревата бунтом и тогда происходят две вещи. Первое заключается в том, что бестолковое руководство, которое довело страну до грани голода, ищет виновных. Оказывается, все это кто-то прячет, причем специально. Но на самом деле речь идет о поломанном рыночном механизме, и когда цена на товар не балансируется спросом и предложением, а устанавливается директивно, то эта группа товаров или товар становится невыгодным для торговли и он исчезает. А директивное или ручное регулирование цен всегда делается по одной причине, чтобы скрыть размер истинной инфляции. Если показать ее реальные параметры, то это будет прямая оценка власти, а так можно спихнуть на нерадивых торгашей. Публика будет капать желчью от ненависти к торговле, принимая как особую заботу введение распределительной или карточной системы, которую вынуждено вводить государство. Как только начинаются разговоры о том, что всего на складах завались, то можно пропускать целый ряд пунктов указанных выше и сразу переходить к карточкам или талонам для распределения товаров. А если все движется в этом направлении, то обо всем следует позаботиться заранее. В этой ситуации наиболее рьяные чиновники полагают, что лучше перебдеть, чем недобдеть и делают соответствующие предложения и заявления. Не прошло и недели с момента введения в России фиксированных розничных цен на сахар и масло, как на горизонте замаячил еще один атрибут советской экономики – продовольственные талоны. В общественной палате РФ предлагают ввести продуктовые карточки для малоимущего населения в связи с ростом цен на базовые продукты. Пусть никого не сбивает с толку терминология наподобие «малоимущее население» или «базовые продукты». Тут ты или играешь в эту игру, или нет. А как можно понять, игра уже пошла. Депутат из профильного комитета Госдумы Оглоблина заявила, что «недопустимо повышать цены на базовые продукты в период падения уровня заработных плат и роста безработицы». Вот оно что. Оказывается, не только торгаши наживаются, но и безработица растет, и доходы населения падают. А это уже совсем другая история, никак не связанная с тем, что отдельные представители торговли решили нажиться на скрипоносных россиянах. Речь идет о системных явлениях, которые были понятны изначально. Раскручивание инфляции говорит о том, что вся экономика утратила равновесие и надо бороться с причинами, породившими резкий рост инфляции, а не с искусственным сдерживанием цен. Это говорит о том, что власть либо не понимает сути происходящего, либо, наоборот, прекрасно понимает и пытается это скрыть от населения. В нормальном государстве, если власть не знает, как выйти из ситуации, она идет в отставку или переизбирается. В РФ такой опции нет по определению и власть планирует быть у руля вечно, и потому населению нужно скармливать бредовые сказки, но даже это у нее не очень получается. Вот суть разрыва шаблона. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян обвалились на 4,8% за первое полугодие и находятся примерно на 11% ниже отметок 2013 года. Уровень безработицы подскакивал в полтора раза с 4,8% до 6,8% и к докризисным показателем не вернулся – 6,3% на октябрь. Обратим внимание на определение «докризисный». Это значит, что кризис миновал, но падение всего осталось. Тогда что такое кризис и как он проходит у них? Просто отметим, что по уровню доходов и безработицы население ушло ниже уровня 2013, последнего спокойного года без потрясений, санкций и прочего, которые начались в РФ после «Крым наш» и «Новороссии». Именно сейчас население платит свою персональную цену за путинские причуды и на карточках, которые они будут иметь на получение хлеба, хорошо бы с обратной стороны написать «Зато Крым наш», а на сахарных купонах «Можем повторить» талоны на крупы можно украсить надписью «На Берлин за немками», так эта публика хоть поймет цену своим бестолковым восторгом, но эксклюзивом должна быть надпись на обратной стороне карточек «На воду», там следует написать «Вернулись в Говень, давай камни с неба» и, глядя на все это, смысл посыла той самой оглобленной становится понятным и абсолютно ясным. Считаю важным задуматься правительству над предоставлением продуктовых карточек социального питания или товаров первой необходимости малоимущему населению. Все, теперь можно гордиться тем, что энергетическая сверхдержава построила себе не сплошной Дубай, а начинает печатать продуктовые карточки. Спасибо деду Вове за эту победу!